всем здравствуйте сегодня четверг мы немножечко припоздали но я думаю что мы быстренько сейчас все наладим процесс прямого эфира и проведем для вас мастер-класс вот девчата подключаются здравствуйте здравствуйте долго разговаривать не будем будем рисовать очень приятно когда под присоединяются единомышленники так всем здравствуйте значит мы сегодня посвятим время по просьбе екатерины николаевны посвятим время цветочкам цветочкам сделаем их какими-нибудь цветными вот например такими желтенькими ну вот написали даже наташенька добрый день здравствуйте да с вами сегодня буду я наташка клюгина вот и очень сильно переживаю как обычно надеюсь мы сейчас быстро лаконично поговорим о цветах я думаю что уже большая часть мастеров которые вообще работают в этой сфере знают конечно же это знаменитый цветочек ими цветочек вот может быть кто-то у нас есть новенькие здесь на эфире и вы как раз посмотрите и сделайте для себя вывод что это очень быстро что это совершенно не сложно но я постараюсь конечно же как можно подробнее рассказать вам о них так и значит для цвета цветочков мы можем с вами взять какие-нибудь цвета я брала вот желтый я принципе наверное с ним и продолжу так вот сейчас попытаюсь вот так вот значит это у нас возьмем гирлаки мой импульс да очень красивые яркие летние оттенки поэтому можно в принципе работая с этими гирлаками можно удовлетворить желание любых клиентов и синие зеленые желтые розовые красные я даже не буду конкретизировать какой-то конкретный цвет потому что в принципе можно сделать на любом цвете так вот меня видно сейчас попытаюсь чуть-чуть приподнять камеру иначе глухом не видно вот так мы вот такие вот цветочки с вами сделаем а камеру мы вот так чуть-чуть увеличим в размере в мне и будет и видно и заодно и вот так значит очень хочется еще знаете что у вас просить девчат нас видно слышно будьте добры кому не сложно напишите пожалуйста что нас видно и слышно чтобы мы не переживали мы смысле мы николай второй чтобы я не переживала кто-нибудь напишите пожалуйста что видно и слышно да ага подсказываю девчата что все хорошо и так значит ну я сейчас вот так вот поближе еще раз возьму я взяла в основу для этих цветочков как бы бежевый оттенок гель-лака и в данном случае конкретно очень люблю использовать для дизайнов это из коллекции свадебный 151 гель-лак он таким с мелким мелким мерцанием очень интересно использовать под любой фону для любых вот абсолютно дизайнов и у меня есть такое как бы глубокое убеждение в том что когда какие-то яркие допустим добавляем элементы для дизайна то как раз таки фон должен быть очень спокойным а когда мы наоборот допустим делаем какой-то яркий фон то тут уже немножко нужно себя ограничить допустим в дизайне который будет сверху на ярком фоне но это лично мое мнение когда я смотрю на это на работу екатерины николаевны и когда она добавляет и яркие цвета и слайдеры шармиконы роспись ручную и как говорится все лучшее сразу чтобы было дорого-богато смотришь в общем то тоже классно смотрится но мне кажется что все-таки если фон спокойный то можно что-то яркое добавить сверху а если наоборот как бы фон и очень яркий то тогда как бы наоборот если роспись то очень минимально тоненькая изящненько чтобы сильно не бросалась в глаза поэтому сейчас у нас будут довольно таки яркие цветочки на фоне поэтому фон будем использовать просто бежевый какой-нибудь нюдовый оттенок еще раз повторюсь я возьму 151 гель-лочок из коллекции свадебной свадебной коллекции у нас была такая гель-лаки и как раз таки очень красивый с мелким мерцанием таким золотистым мелким мерцанием и покрываем ну на клиентах как правило это всегда в два тонких слоя до 1 слой просушили второй слой просушили сейчас я в принципе на типсе конечно же могу сделать всего лишь один слой и просушить можно добавить фону если вы обратите внимание вот разбирая конкретные варианты дизайна на заднем плане расплывчатый такой вот синенький какой-то зеленоватый цвет можно допустим к фону добавить витражные гель-лаки и причем этот цвет может быть конечно же разное то может быть и желтый какой-то такой цвет в дымке коричневый синий зеленый но я например взяла два гель-лака которые 253 синий 254 ну раньше гель-лочки выходили вот в таких пузыречках вот так пузыречка да ну а довольно таки густые гель-лаки и поэтому последнее время как бы фасует их именно в баночке баночки 2 граммовые тоже есть это 5 граммовые то есть это тоже самое то видите цвет 254 253 синий цвет и гель-лак и это тоже гель-лак просто у кому как удобно но вот из-за того что они очень густые очень густые вот поэтому как бы они сейчас баночках можно раньше выпускались бутылочках поэтому если у кого-то есть вот в пузыречках вы не сомневайтесь это одно и то же так возьму немножечко на стекляшечку вот так синенького гель-лака 253 номер и 254 зелененький пока сохнет фон также можно будет использовать для каких-нибудь красивых разводов белый гель-лак можно будет добавить смешать можно чтобы это было было поле более полупрозрачные такие оттеночки можно смешать их с капелькой например ты класса либо с капелькой базы но у меня принципе есть и то и другое можно с базой можно стекла со мной ты класс просто работает как как водичка поэтому вот я возьму капельку ты класса хотя в принципе не принципиально важно кисточки которые мы сейчас будем работать для цветочков я возьму вот смотрите лепесточек единичка для жестого это будет козел е1 а вот такой вот как лепесточек очень удобно будут цветочки рисовать но и также удобно будет добавить какие-то дополнительные оттенки к фону к нашему так для допустим растушевки цвета в середине цветочка будем использовать идеальный мазучек номер ноль так и для прорисовки будем использовать кисточки 5 друг 0 но опять же это кисточки довольно таки всем известны и те кто с нами давно мне кажется у них уже такие есть и наверное не по одной вот то есть кисточки я не могу сказать что не очень дорогие конечно но не из дешевых поэтому не мойте кисточки в обезжиривателях вот сатона содержащих растворах и тогда все будет хорошо промывайте в капельке базы либо топа вот ну я предпочитаю базу для промывания кисточек сейчас я вот этот пальчик спрячу то некрасивая на перчатке и вот возьму как раз сейчас лепесточек единичку для того чтобы слегка украсить фон такой на заднем плане будут разводы так немножко возьму синенького цвета и вот например на заднем плане немножечко немножечко добавим цвета я взяла витражный гель-лак ну по большому счету можно конечно же использовать любые так сейчас надо чуть-чуть приблизить прозрачные какие-то оттеночки так можно взять сюда же добавить немножечко зелененького цвета и вот так сейчас прям вот перемешку стеклассом видно вот чуть-чуть у нас будет более интересный фон где-то конечно он частично закроется цветочками я еще точно наверняка не знаю как они у меня лягут поэтому пока поиграюсь немножко с цветом чтобы добавить вот так вот интересные оттеночки можно просушить можно не просушивая добавить еще и немножко беленького если бы мы сейчас просто с вами цветы рисовали было бы конечно скучно так мы попытаемся немножечко усложнить ситуацию и ведь каждый элемент который мы используем можно использовать как самостоятельный да не обязательно там под цветы под стемпинг например и мы кстати сейчас про него вспомним потому что для фона будем использовать какой-нибудь еще отпечаток я сделала все по мокрому про не просушивая посмотрим может быть мы вот сюда в нижнюю часть цветочки добавим либо вот отсюда начнем и здесь продолжим можем принципе расположить по-разному я думаю что центральная часть у меня будет лучше видно как бы фон поэтому сконцентрирую все свое сейчас внимание немножечко по центру так все просушиваем просушиваем и с помощью пластины для стемпинга вот возьму такую вот интересную дай бог памяти как она у нас называется граффити до граффити у девчонки подсказывают на ходу потому что кто-то сильно нервничает можно например какую-нибудь надпись отпечатать допустим вот такую на задний план да но мне нравится вот такая какая-то такая газетная и знаете чем мы будем это делать я предлагаю сделать отпечаток м-пастой м-пастой буквально можно конечно же и лаком и красками специальными да для стемпинга но я вот возьму м-пасту черненькую черную смолу и знаете как бы получается что м-паста она отпечатывается такой отпечаток получается не очень яркий и он как раз таки будет на заднем плане у нас просто как дополнение видите вот отпечатан отпечаток чик с помощью м-пасты до в технике стемпинг вот так скажем так я даже вы знаете не буду ничего не обезжиривать ничего мне наоборот надо так чтобы отпечаток был как бы там вдали на заднем плане так и теперь я возьму немножечко м-пасты и вот здесь вот на центральную часть немножечко нанесу вот так чуть-чуть мне даже много ты не надо конечно же сделаю так чтобы м-паста хорошенечко пропиталась работе с импастой тут можно в принципе сильно не торопиться потому что пока вы не поставите вам по но не заполимеризуется же правильно не то что там лаки или краски до лаковые поэтому тут можно конечно поиграться немножко так ну я вот так вот аккуратненько прямо с усилием для того чтобы наполнить все буковки на пластинки все убрала все лишнее до чистенько ну и с помощью конечно же подушечки просто перенесу аккуратно возьмем нажали поднимаем эти он такой еле 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 заметный и прямо на дисперсионную пленку даже вытирать ничего не буду потому что мне по большому счету надо чтобы отпечаток не был сильно броским и вот таким вот образом приукрашу центральную часть ноготочка просушиваем и теперь чтобы вот на любом фоне не важно какой фон вы делаете вдруг у вас очень темный получился да или наоборот вот значит чтобы цветы выделились на любом фоне под них нужно сделать белую подложку и тогда какого бы цвета бы не нарисовали бы сейчас цветы например голубые там розовые кораллового цвета или желтый они будут смотреться намного ярче поэтому обязательно чтобы выделить какую-то часть элемент дизайна мы сделаем белую подложку а белую подложку можно нарисовать белым гель-лаком например да ну в нашем случае это 001 белый лотос можно например у меня вот тут вот есть немножко здесь и возьму можно взять им пасты немножко несмотря на то что им пасты нет липкости зато у него есть плотность да и можно например взять для того чтобы хорошее было стояние допустим да вот можно допустим им пасту немножечко смешать гель-лаком и цвету и будет краска ложится очень плотно но при этом как бы появится липкость да для хорошего сцепления так ну и мы теперь уже все просушили и теперь непосредственно будем рисовать цветы значит я и конечно же тут замутила фон и не хочу чтобы весь закрылся поэтому можно нарисовать цветочки вот здесь вот в нижней части до ноготочка можно вот тут вот верхней части можно например вы здесь основную как бы составить композицию цветов а вот сюда например наверх добавить пол цветочка который выглядывает чтоб это уже все в едином стиле смотрелось но я не буду сейчас преследовать цель рисовать их большое количество потому что тогда размеров естественно будет уменьшаться а чтобы все прорисовать и чтобы все было видно и понятно лучше конечно же сделать например там один целиком один половинка будет из-под него выглядывать ну давайте значит еще раз повторяю кисточка сейчас у меня в руках лепесточек единичка для желтовской росписи к зл е 1 так ну и аккуратно набирая на кисточку краску так вот так аккуратно набираем мы с вами стараемся ну как бы подготовить да как бы пространство для рисования цветочков и это будет не что иное как лепестки да вот и которые будут собираться в одну в одно большое целое так это будет у нас центральный лепесток четко сбоку у нас будет с вами боковой лепесточек и с другой стороны это просто фон это мы с вами просто готовим до белый фон под наши какие у него мы будем делать допустим желтые цветы сейчас да так вот чтобы любые краски гелевые или гель-лаки смотрелись очень плотно да были плотный цвет имели яркость хорошую именно для этого мы сделаем потому что есть гель-лаки например но у нас что-то не работает конкретно допустим ими материалами да может у кого-то какой-то там например будет желтый цвет который будет такой полупрозрачный так давайте вот здесь вот еще половиночка будет выглядывать не будем больше ничего мудрить вот один целиком будет хорошо видно прорисовка так и вот здесь вот еще будет выглядывать половиночка или даже может не половиночка четвертиночка и и тем не менее центральный лепесточек вот тут боковой вот тут боковой так центр я даже оставила в центре маленькие дырочки которые послужат нам да как бы точкой куда мы будем потом прорисовку как бы делать когда будем четко вести наши линии к центру так просушиваем и теперь давайте возьмем например из коллекции ему мой импульс до желтенький цвет вот такой вот яркий желтый можно конечно же гелевыми красками можно и гель-лаками можно принципе любыми материалами которые есть под руками у вас и чтобы вот например видите яркий он но когда он например тонким слоем он конечно же гель-лак все-таки есть гель-лак он может быть полупрозрачным да но так как мы с вами сделали белую основу конечно же цвет будет смотреться плотно так и мы с вами начинаем заполнять наш белый фон так желтый цвет плотненько плотненько укладываем и делаем так чтобы вот подложечка вообще у вас не выглядывала не выглядывала из-под белого цвет вернее белый цвет не выглядывал из-под желтого так это будет один цветочек это вот тут вот рядышком 2 все очень тоненько прокрашиваем не надо сугробы наливать надо просто растереть по поверхности чтобы было тоненький такой вот желтый тоненько желтенькая основа просушиваем можно слегка даже края высветлить у этих цветочков тогда даже будет интереснее объем смотреться все-таки это же это плоскостной дизайн и можно например взять тот же белый цвет который мы с вами дай намешали немножко им пасту с гель-лаком а можно взять им пасту в чистом виде давайте вот я сейчас возьму белый рафинадо сюда добавлю и прямо кисточкой идеальный мазочек номер 0 видно мне так будет больше нравится делать смотрите особенно если тут какие-то темные цветы классно высветлять краешки и вот я возьму и немножечко немножечко вот здесь вот беленького цвета вот так вот раз на краешек здесь добавлю вот сюда добавлю четко как бы получается тогда будут границы видны так вот здесь вот боковой у нас лепесток вот здесь краешек вот таким вот образом и возвращаюсь к лепесточку номер один набираю тот же цвет гель-лака или гелевой краски на кисточку вот пропитываю кисточку желтеньким цветом с двух сторон и теперь аккуратненько стягиваете к центру то есть вот краешек лепесточков он будет чуть светлее чем основной цвет и будет как бы четко видны края наших цветочков такие прожилочки даже появятся просто мы взяли с вами за основу желтенький да он довольно таки светлый а если бы цвет был чуть-чуть потемнее то конечно же вот эти вот белые края они бы конечно же на контрасте были бы лучше видны но и тем не менее в принципе в принципе в принципе видны так теперь просушиваем и нам остается с вами затемнить середину затемнить середину я в принципе предлагаю теми цветами которым с вами добавляли к фону до чтобы она смотрелась как единое целое то есть но уж никак не подойдет сюда какая-то бордовая серединка да или там я не знаю фиолетовая то есть вот те же цвета которые мы с вами добавляли допустим фонда вот те же витражные например синий зеленый можно прям их вместе подмешать немножечко добавить серединку нашего будущего желтого цветочка кстати вот у желтых цветочков классно смотрится именно зеленый центр такому с вами вот так вот просто этот цвет середины будет соответствовать нашему с вами вот этому фону до который мы с вами добавляли даже вот камера как бы больше зеленый мне кажется больше синий добавляю на камере больше зеленый ничего страшного мы сейчас растушуем все так капелька базы я чтобы кисточку просто подготовить я всегда перед началом работы кисточку в капельке базы это идеальный мазочек номер ноль кисточку хорошенечко промыла вытираем салфеточкой либо без ворсовой либо можно влажной салфеткой и обязательно растушевываем центр нашего цветочка аккуратненько в сторону лепесточков попросим клиентку даже перевернуть пальчик для того чтобы аккуратненько растушевать чтобы у нас с вами вот это затемнение плавно уходила на лепесточки чтобы не было как пятнище просто посрединке да там непонятно зеленого синего цвета а именно растушевываем можно даже немножечко где-то вокруг цветочков чуть-чуть затемнить хотя у нас принципе там фон такой тоже вот здесь вокруг цветочка так просушиваем просушиваем и чтобы прорисовать чтобы сделать тоненькую прорисовку чтобы вам ничего не мешало рисовать тоненькие линии заготовку нашего цветочка мы покроем текласом теклас это у нас топ без липкого слоя да я обычно на уроках говорю покрываем топом без липкого слоя в нашем случае это теклас так закрываем то есть вы мы во первых с помощью текласа конечно же выровняем поверхность ведь мы сегодня с вами без декораций без слайдеров без шермиконов закрываем топом без остаточной липкости стараемся сделать это очень тонко просушиваем до 30 секунд как любой гирлак сушим а пока сохнет хотела вам поближе показать прорисовку я сейчас вот так вот возьму карточку листочек не приготовила я думаю я выкручусь из ситуации и попробую сделать прорисовку просто крупно и разобрать и может быть кто-то увидит какие-то свои ошибки либо наоборот скажет что я намного лучше обвожу вот кроме немножко трясется камера потому что не очень удобно заглядываю под нее так и вот смотрите мы будем прорисовывать конечно же тонкой кисточкой 5 дробь 0 каждый лепесток в отдельности и соединять все лепесточки воедино вот я думаю что хорошо видно и так значит примерно посередине верхнего лепесточка я буду ставить маленькую черточку и отводить кисточку в сторону и стремится к будущему центру в центру где мы с вами сделали сейчас затемнение и будем обводить лепесточек с двух сторон сначала с одной стороны с помощью двух линий например и с другой стороны такая же тоненькая линия в начале и раз-два это будем считать такой знаете как бы базовый базовый набор линий с помощью которых мы будем прорисовывать цветы можно добавить еще одну линию которая будет делить лепесточка на две части и непременно либо с одной точки до либо с другой с точки это не принципиально важно важно немножечко закруглить и провести линию вниз значит сбоку точно так же мы будем с вами отмечать примерно центр до краешка вот нашего лепесточка и будем проводить линию к центру одну и примерно на уровне поворота до будем прикреплять линию 2 старайтесь не перекрещивать линии остановились около соседнего около соседнего до лепестка и продолжили в другую сторону отделили обведенную часть и теперь 1 и 2 ну я уже сказала что это конечно же базовый базовый набор вот лепесток линии которые мы будем прорисовывать цветочек просто хотелось заострить внимание что все лепестки должны быть конечно же одинакового размера то есть если вы например ну стараться по крайней мере то есть как бы вот если взять за центр вот это место то длина вот лепесточков хотелось бы чтобы было вот одинаковое тогда когда вот например обведешь вот полностью все лепестки тогда получается круг хотелось бы чтобы они укладывались в круг так ну я думаю что это тоже принципе понятно еще разочек сейчас я вот здесь вот вытру и еще разок проведу все линии так будем считать что базовый такой набор линий это 5 основных линий сначала обводим сначала обводим половинку лепесточка с одной стороны стремимся к центру раз два отделяем обведенную часть и в другую сторону делаем то же самое можно палочку чуть длиннее но близко к предыдущей раз и два если рисуя например вот какой-то у меня сейчас краска закончилась можно по большому счету сильно до конца не доводить одна линия например у вас там дойдет до середины 2 там где-то чуть раньше остановится ничего страшного но всегда вот такой вот основной набор можно немножечко расширить верхушку если допустим вы сделаете следующим образом первая линия пошла к центру вторая линия пошла к центру отделили обведенную часть а теперь другую сторону сделали раз движение и только после 2 отправились к центру то есть если цветы например очень крупные то можно например расширить вот это место но опять же кому как больше нравится но базовый вот этот набор линий конечно же с одной стороны две линии с другой стороны две линии и я думаю что принципе у вас получится но очень немаловажную роль конечно же играет кисточка потому что кисточка хорошая кисточка тоненькая для прорисовки это найти 50 процентов успеха ну и конечно же то сколько вы набираете краску краски на кончик совершенно чистой кисточкой так вот у меня две еще раз в каждом прямом эфире говорю о том что у нас в продаже есть две кисточки одна белая синтетическая вторая черная синтетическая белая кисточка сейчас я просто взяла и промываю на стекляшке в капельке базы чтобы было видно что она белая значит у нас как бы две в продаже и так еще разочек потому что мы если кто-то еще не знает черная она просто чуть жестче и длиннее а белая синтетика она чуть короче и мягче и по большому счету может одинаковую функцию не в себе несут самое главное просто попробовать конечно потому что есть любители более длинной кисточки есть более короткая любят кисточку поэтому надо конечно попробовать и сделать для себя вывод ну а перед началом прорисовки но конечно же с вами возьмем капельку базы и попробуем не попробуем обязательно промоем и одну кисточку и вторую кисточку и наверное в доказательство того что можно делать одинаково абсолютно линии и одной кисточкой второй давайте мы с вами пару лепестков обведем белой синтетикой пару лепесточков обведем черная синтетика и так рисовать мы будем черные пасты ну почему потому что паста не плывет не течет не растекается не разбегается вот какую линию нарисуйте тоненькую как она будет и так в руках у меня белая синтетическая кисточка совершенно чистая так и маленькая капелька эмпасты на кончике кисточки вот малюсенько прям совсем как будто не набирая просто чуть-чуть дотронулась до капельки с эмпастой и теперь то что я принципе сделала крупненько вот на пластиночки на белой сейчас и мы сделаем с вами то же самое только уже непосредственно на ноготочки и так я нахожу центральный лепесток но тут который я рисовала первый вот он и находите его вот так вот к на краешке серединочку ставите маленькую черточку маленькую черточку значит маленькую не такую как я поставила целую палку до чтобы было видно так и теперь аккуратненько начинаем с одной стороны обводить лепесточек и двигаемся к центру и примерно на уровне поворота рисую вторую линию так это с одной стороны и с другой стороны так отделяем обведенную часть и так точно также прорисуем лепесточек с другой стороны маленькая черточка и двигаемся в другую сторону к центру 1 и к центру 2 так вот у нас с вами обведен уже один лепесточек так теперь с другой стороны до сбоку начинаем так и я рисую еще раз повторю это белая синтетика до кисточка по большому счету она аккуратненько очень легко идет на поворот не очень легко совладать мы с вами напомним рисуем по просушенному топу без липкого слоя до в нашем случае это был теклос и и вы знаете поверхность такая гладкая-гладкая и если вдруг что-то у вас пойдет не так вы всегда можете вытереть и перерисовать заново так ну давайте вот черная синтетическая кисточка все то же самое та же смысловая нагрузка и например аккуратненько с одной стороны побили лепесток теперь с другой стороны тоже очень даже сейчас с перепугу этой кисточкой получилось еще тоньше чем белый синтетикой так несмотря на то что цветочек у меня уходит за пределы ноготочка в нижней его части мы с вами все равно делаем вид что рисунок продолжается дальше и все линии прорисовки вывожу центру 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 и тот цвет которым вы обводите может быть вы бы обводили например там темно-бордовым цветом да или темно-синим цветом не важно важно что цвет которым вы обводите или материал которым вы делаете прорисовку он попадает в центр таким образом чтобы вот затемнение которое у нас с вами было в подмалевке изначально она как бы видите выглядывает вокруг вот это его черной пуговки тоненькой кисточкой вытягиваем прожилочки сторону лепесточков и чем тоньше вы это сделаете конечно же тем лучше и я вот сейчас просто из этой черной такой вот пуговицы скажем так вытягиваем такие вот тоненькие-тоненькие прожилочки не набирая к новую краску на кончик кисточки достаточно только того количества какой-то которая попала в центр так и теперь следующий дель цветочек вот он выглядывает мы делаем вид что он там где-то прячется под основным но прорисовку делаем по взрослому точно так же как и на первом цветочке к центру так и еще разочек с другой стороны одна линия ну и что что у меня лепесточек закончился я все равно добавляю еще одну мы же с вами договорились что это будет базовый набор линий до с одной стороны две тонких линий и с другой стороны и линия которая делит лепесточек на две части так вот здесь у меня хоть и не вижу ничего не видно видите вот там спрятался я все равно буду делать вид что там где-то рисунок дальше продолжается и парочку линий снизу приведу к центру этот же цвет да ну в данном случае черные пасты попадают в центр не просушивая из центра вывожу тонкой кисточкой несколько прожилочек в сторону лепесточков и конечно же постоянно думаю о том что я делаю вид что там тоже целиком цветочек вот и из клиентов можно брать деньги как за целый цветок а не как за половину я я конечно шучу так а хотя опять же да количество цветочков сейчас может быть кто-то так вот очень сильно пендитно относятся к количеству цветов да я нарисовала их два но естественно третий чтобы это было не грустное число конечно же вы нарисуйте на соседнем пальце да не обязательно же лепить все сразу на один так прорисовку сделали просушиваем конечно сейчас нарисуют на всех пальцах одинаково правильно ну мы можем с вами например там на четвертом пальце нарисовать и пол цветочка там выглядывать где-нибудь на мизинчики да допустим вот а все остальные пальцы просто покрыты телесным цветом либо цветом цветов которые вы сделаете то есть например вот если желтые цветочки нарисовали на одном пальце то все остальные покрыть все остальные пальчики могут быть покрыты именно этим желтым цветом если бы я нарисовала какие-нибудь там голубые цветы то все остальные пальцы допустим покрыты голубым цветом вот и те ты так интересно сочетать в дизайнах именно как бы цвет дизайна на бежевом оттенке покрытия вот именно таким же цветом вы покрываете все остальные пальцы до кроме вот двух например пальчиков Так, ну мы с вами все отрисовали, да, и тут остается дооформить центр. Ну, здесь могут быть варианты, здесь могут быть, например, в середине можно камушки поставить, да, уже на готовый ноготь, можно какие-то блесточками присыпать центр цветочка. Вот, можно, например, эмпастой поставить просто много-много маленьких беленьких точечек, ну, не беленьких, не знаю, с белым, с желтым смешать, полупрозрачные желтенькие сделать. Вот, ну, а мы с вами, как бы, так как мы рисовали сейчас прорисовку эмпастой, я предлагаю тоже центр отрисовать эмпастой, мы можем с вами закрыть топом и уже на готовую поверхность поставить точечки. И получится так, что вот именно серединочка будет выглядеть такой объемной, да, ненавязчивой, но при этом объемной. Поэтому сейчас мы закроем с вами топом, ну, я воспользуюсь точно так же текласом, у меня тут рядом стоит, чтобы ничего не искать. Теклас, топ без липкого слоя, он может быть промежуточным этапом, он может быть завершающим этапом, да. Вот мы по нему прорисовку сделали и теперь закрываем топом, да, то есть как бы выровняем всю поверхность, да, серединочки с помощью эмпасты проставим, конечно же, сверху на готовую поверхность и уже ничем перекрывать не будем. Ну, конечно же, мы с вами можем, я вот здесь вот на образцах тоже ставила точечки, пасточкой, да, тоненькой кисточкой. Ну, а еще прикольно, конечно, сделать стразики какие-нибудь красивые, да, то есть как бы поставить, именно отработать серединки цветочков мелкими стразиками прикольно. Ну, либо дорого-богато, чтобы было, можно, конечно, каменди какие-нибудь поставить. Так, покрыли, просушили. Ну, и теперь с помощью эмпасты белый рафинад. Белый цвет всегда освежает любой дизайн. И с помощью беленькой эмпасты, опять же, благодаря тому, что эмпаста не плывет, не течет. Аккуратненько. Можно всю серединочку забить точечками, можно в центре поставить их более крупными, выходя, например, на лепесточки, взять и уменьшить их размер, еле-еле-еле дотрагиваясь до поверхности. То есть там, где у нас затемнение идет, туда можно чуть крупнее поставить несколько точечек. А переходя на лепесточки, размер их, естественно, уменьшить в разы. И просушиваем, да? Вот через камеру посмотрела. Сейчас вот тут где-то... Тут вот даже этой черной точки не видно, а на камере прям видно, что там прям какое-то прям... Так, просушиваем. Просушиваем еще 30 секунд. Ну, на самом деле, когда вы делаете дизайн сверху на готовой поверхности, то, конечно же, лучше просушить подольше. То есть, грубо, вы покрыли топом, просушили, допустим, 30 секундочек, да? Потом нарисовали рисунок, еще 30 секундочек просушили. В общей сложности уже минута, уже хорошо. Но я бы все-таки рекомендовала в конце любые дизайны, которые мы с вами рисуем сверху на готовой поверхности, конечно же, лучше просушить подольше. И топы лучше всего сушить не 30 секунд, а 2 минуты. Они лучше блестят. Если матовый топ, он менее опачкаться будет. Если он будет хорошо просушен, глянцевый топ хорошо будет блестеть. Так, ну и мы тут потихонечку под шумочек прикрепим вот его сейчас сюда. Так, ну и те, кто присоединились к нам позже, можно как бы сказать о том, что мы с вами использовали здесь для фона такой вот красивый, мой самый любимый для дизайнов гель-лак номер 151 со свадебной коллекцией, с таким легким мерцанием. Ну, конечно же, подойдет любые камуфлирующие базы, любые камуфлирующие гели, из которых вы как бы моделируете ноготочки. Мы немножко добавили в работу витражных гель-лаков, даже умудрились отпечаток поставить с помощью стемпинга, да, импасты черной, плюс цветочки. Ну, цветочки, конечно же, была главная идея, чтобы сделать перерисовку, потому что их можно добавлять куда угодно. Ну, я надеюсь, была вам полезна сегодня такой быстрый мастер-класс с цветочками. Будут какие-то вопросы, конечно же, пишите, постараемся на них на все ответить. Спасибо за ваше внимание. Слава Богу, до следующего четверга, как обычно, в 2 часа дня. Спасибо, девчат, до свидания. Спасибо.